здарова народ с вами джон даже могу быть вам известен как лопин 312 я стример десни 2 на твиче в этом видео уже по сложившейся традиции хочется поговорить с вами о this week от банджи от 13 февраля но на этой неделе от банджи новостях перейдем собственно к прочтению на этой неделе в банджи мы решили пофиксить таймлайн снова иногда когда ты убиваешь баг он не остается мертвым ранее на этой неделе мы выкатили hotfix 2711 и небольшое количество серваков зафейлилась для того чтобы запустить перезапуск нормального конфигурационного файла из-за этого появилась ошибка которая заставила нескольких игроков терять свои игровые материалы нам пришлось резать на часы назад и перекатить кучу игровых материалов чтобы убедиться в том что это том что тяжело заслуженные материалы не будут потеряны чтобы предоставить вам взгляд на то что происходило за сценами мы выдали вам небольшой вот небольшую статью которую мы сейчас прочитаем с вами после банджи викли апдейта там достаточно интересно еще там достаточно интересная тема получилась плюс еще заглянем в твиттер банджи хелпа как вот развивались события в тот день 11 февраля так подождите к пятница 14 четверг 13 среда 12 вторник 11 все правильно 10 февраля да и вот сегодня точнее тогда вот вчера еще в четверг вышел патч который должен был всю эту тему пофиксить окончательно и вроде бы игра не сломалась после этого хотя были была парочка ошибок там вот те кто на стриме у меня было не могут помнить то что я не мог к локации где эрис морн обитает прилететь не за коннекцию и так далее меня из вы из игры выкинуло раз шесть потом правда вроде все стало нормальным но это было дико рафляно в других новостях багряные дни вернулись или как я их называю эти дни и стражи готовятся к партнерству чтобы показать свою любовь если у меня там возможность будет я на выходные на выходных выпущу видос о том как правильно играть багряные дни потому что немного поиграв там ну я зашел закрыть триумф сыграть 23 катки а потом еще на следующий день выяснилось что там еще парочка контрактов есть я сейчас контракты солю а контракты этого как его называют багряных дней дают удвоенное количество опыта так что на следующий сезон кто еще их не на не насолился не посолил советую вот так что да играя в этот режим я заметил все таки что определенные определенное посвящение по нему надо производить ладно идем дальше декорации на башне возведены и лорд шакс приглашает партнеров багряных партнеров посетить специальный плейлист багряных дней в пвп и ну что если вы хотите больше деталей об этом то можете посетить страницу crimson days и 2 на прошлой неделе вот кстати если вы купили два два кораблика на этом ивенте за сердца 50 сердец вроде суммарно за кораблик ой за мотоцикл извините то у вас появится возможность через сайт банджи вот на странице crimson days я вот ее скину в описании получить эмблему багряных дней то есть нажимаем нажимаем вот эту вот ссылочку и переходим если вы залоги не на на вашем аккаунте появится возможность заполучить ее сегодня на стриме в честь дня святого валентина мы будем эту эмблемку разыгрывать сегодня это 14 февраля естественно да кстати ребят всех с праздником надеюсь вы его проводите со второй половинкой я ее и этот день проведу сегодня потому что моя вторая половинка это вы зрители зрители моего отвечаю моего youtube ладно возвращать по поводу эмблемки уточнил возвращаемся к твабу назад фуронгталин или биржевая биржевой маркетинг маркетинг сетевой маркетинг ммм называйте как хотите да но банджи уже сами на эту тему рофлят там стонгс вот все вот это дело инвестировать или жертв или донатить этот вопрос мучает комьюнити с тех пор как небесное восстановление началось на прошлой неделе многие в комьюнити рекомендуют инвестировать в обелиске но мы уже видим то что донаты среди игроков повышаются ему уже достигли стадии 5 вот кстати да банджи здесь на 12 февраля в среду объявили о том то что пятая стадия завершена и следует и следующая стадия 6 миллиардов и что тут сказать я вот помню когда я вот впервые выпустил видос по фракталину по всей этой инфе у меня было было предположение что больше 10 миллиардов нас не заставят донатить я тогда эту тему отмел потому что многие там западные ютюберы сошлись на цифры 5 миллиардов фракталина но как видите мы эту цифру уже преодолели нужно уже 6 миллиардов так что скорее всего я думаю будет либо красивая цифра семь целых 7 770 миллиардов потому что банджи любит цифру 7 на стадии 7 либо все 10 миллиардов для круглого числа хотя блин может вообще какое-то сумасшедшее бы число в размере 12 миллиардов ну все-таки я думаю если я предположу что будет где-то в районе 10 миллиардов я не сильно ошибусь так что придется судя по всему инвестировать фракталин в обелиске так как это еще растянется до конца сезона на ближайшие пару недель точно судя по всему хотя там уже есть репортажи о том то что ум есть люди у которых там предельное число фракталина 700 тысяч то есть не там вообще из 700 тысяч что из там у них вообще полностью забита вся почта забита полностью забит полностью весь инвентарь и так далее то есть это вообще какие-то больные ублюдки но я думаю все таки вся эта движуха положительно сказывается но на том что сейчас происходит в игре но как бы вы не относились к этому ивенту да все таки возможность бесплатно практически фармить стволы поднимать легендарные осколки повышать опыт сезонника кстати у нас тут сейчас железное знамя будет немного запрыгивая вперед так что опыт нам сейчас очень пригодится мои тысячи пять лайта уже готовы и битве а ваши готовы стражи напишите сколько у вас лайта в комментариях буду буду вас ждать в железном знамени на пока так ладно идем дальше касаемо пожертвований здесь у банджи есть парочка графиков миллиона фракталина уже миллиардов фракталина уже были за нате заданачены еще миллиарды ждут для того чтобы достигнуть стадии 7 и разблокировать триумф печать спасителя вот кстати да народ донатте фракталин пожалуйста потому что это последняя печать в этой игре которым не осталось выбить вот буквально вчера выбил печать этого шаду кипа обители с ней так что все я остался вообще в миллиметре от того чтобы закрыть игру так что есть вы поделитесь со мной кто сколько задонатил фракталина в комментариях буду тоже очень признателен ладно теперь вот главная тема банджи weekly апдейта на этой неделе это возможность менять как бы сказать элементальную принадлежность вашего шмота начиная со следующего сезона то есть банджи послушала отзывы игроков насчет этой схемы да то что те шмотки которые ты выбил в сезоне бессмертия они теперь бесполезные но в этом сезоне потому что тебе приходится фармить новые шмотки так как вот моды этого сезона повышают подвижность увеличивают урон когда ты заряжен светом и вот то самое и как-то не особо хочется ну и хранилище как бы не резиновое там по-прежнему 500 слотов чисто тебе хочется еще чтобы были пушки на будущее оставались подмету шмотки на будущее подмету экзотики с хорошими статами просто трофеи какие-нибудь какие-то и выпил да с большим трудом и хочется чтобы они у тебя в инвентаре лежали все вот это и как бы даже если делать так что некоторые твои шмотки улетают на почту на хранение все равно оказывается что места нет так что банджи хотя бы что-то по этому поводу решили сделать и это круто вот то есть скоро у нас в следующем сезоне появится возможность менять элементальную принадлежность каждого каждой части вашей брони и стоить это все будет но если голую там вот шмотку выбили только что и вам не нравится элементальная принадлежность вы сможете ее поменять за один модуль улучшения но есть оговорки если у вас все-таки броня прокачена модулями ну то есть сессия в этом качали при помощи легендарных осколков у вас там уровень прокачки шмотки 5 вам понадобится соответственное количество материалов для того чтобы прокачать эти шмотки то есть допустим вы прокачали шмотку до 5 уровня вам придется там знать легендарные осколки модули при улучшающие призмы и если она у вас полностью прокачена дату придется еще пожертвовать и высший осколок так что это будет немножко дороговато но придется если вы захотите если вам если вы выбили с нормальными перками шмотку но вам не нравится элементальная принадлежность ну типа хотелось электрическую но хоть но получили пустотную то будет возможность поменять так что вперед как говорится и это еще не все помимо вот этого изменения доступны также сезонные моды то есть изменения то что о чем я говорил ранее да то есть возможность будет менять если вы до этого получили шмотку в сезоне бессмертия но вам хочется вставить мод на сезон рассвета к примеру или или следующий сезон название которого банджи до сих пор скрывает почему-то хотя уже на датамане лишь этот сезон называется сезон достойных на русском языке но может быть они нас сосчастливит какими сюрпризом уже кстати пора бы а то 14 февраля осталось две недели до выхода следующего сезона ну как две недели подождите первая неделя марта будет ну две недели с чем-то ну ладно считайте три окей но в течение следующих двух недель мы уже точно должны какую-то информацию получить о следующем сезоне это факт так что да что они тут пишут начиная с сейшего сезона сезонные моды сезона бессмертия сезона рассвета также будут доступны смогут использовать моды которые будут появляться до и после того как эта сезонная шмотка была выпущена то есть даже на старых шмотках которые вы выформили с кровью потом можно будет вставлять новые моды и это круто конечно надо было такое сделать раньше но хотя лучше поздно чем никогда по поводу железного знамени да то есть она у нас начнется после окончания багряных дней которые я напоминаю с 11 по 18 февраля длятся и начнется железное знамя и бонус к доблести 18 февраля и закончится 25 так что вот в 8 вечера по москве и закончится 8 этих 18 февраля и закончится 8 вечера по москве 25 февраля далее у нас идет идут хотфиксы банджа в очередной раз нам напоминает о том что наши аккаунты были откачаны уже во второй раз за несколько недель чего так у такого еще не было ни разу за всю пяти лет больше чем пятилетнюю историю дейсни начиная с 2014 года чтобы аккаунты массово откатывали назад но такое произошло и банджа нам очередной раз напоминает но мы сейчас вот прочитаем после этого оба о том как это все происходило достаточно было все прикольно думаю даже может быть сделать это в отдельном видео тут вот банджи шутят по поводу бонд crimson bond то есть лорд шакс сдекорировал башню и привез багряные дни обратно в пвп вместе с вашим партнером вы можете приобрести связь определенную в этих багряных днях и приобрести сердца ну в общем понятно известные проблемы игроки как когда-то так игроки которые потеряли прогресс шмотки или пушки между 19 30 и 21 часом и 30 минутами им придется заново все это фармить спасибо банджи ну то есть я тогда в группу мне зашел сыграл парочку каток в багряных днях выполнил парочку контрактов и мне пришлось выполнять их заново на следующий день но это ерунда по сравнению там с чуваками которые мне на стриме писали о том что у них у кого-то было замысел покорителя разума до было пол и логово сейчас доступно для фарма сумеречный налет это так что вперед у кого кто-то выбил четыре из пяти замысел покорителя разума шатгана во второй слот оттуда кто-то выбил два модификатора с рейда истребитель прошлого придется заново фармить я вот понимаю более тех братюнь потому что на прошлом вот этом откате я потерял свой последний мод с истребителя прошлого который я выбил тогда и мне пришлось фармить его заново слава богу на этой неделе он мне снова выпал так что я без безмерно рад и ей да вот огонь и багряных дней эмблему нельзя получить если она у вас и же есть в инвентаре удалить ее занятыря и примите ее заново у шакса не полученный и не за и не утвержденный триумфы багряных дней будут удалены из когда багряные дни закончатся и их нельзя будет получить на их нельзя будет заклеймить так что имейте ввиду ребята лучше утвердить ваши выполненные триумфы сейчас и у игроков есть проблемы с приобретением двух мотиков у от лорда шакса связанных с ивентом если им надо освободить инвентарь в расходных материалов чтобы нормально все это сделать но дальше уже идут недельные видосы кто захочет сможет заценить по этой ссылочке я ее скину в описании ролику ну и на этом 2 у нас я ленивых заканчивается ладно сейчас в отдельном видосе мы разберем что тут у нас происходило в перебоях в действие 2 я в откате данных ну а пока что всем спасибо за просмотр кто ну и здесь вот банжо в последнем абзаце нам напоминают о небесном восстановлении и о том что куча деталей идет будет обнародована на следующих неделях по поводу следующего сезона наверно у них фотка с котиком будет да а не может быть показана потому что сайт содержит ошибки окей ладно в общем всем спасибо за просмотр не забываем поставить лайк этому видео написать какой-то комментарий касаемо содержание этого видео что какие у вас мысли возникли и так далее подписываемся на канал нажимаем на колокольчик чтобы не пропускать уведомления новых видосиков и увидимся с вами сегодня на стриме если вы смотрите это 14 февраля еще раз всех с днем святого валентина и увидимся разыграем эмблемку до новых встреч на стримах и видосиках всем пока спасибо за просмотр с вами был джон он желопин 312 всем пока